Песня «Воспойте громко, восклицайте Богу, все дороги, дружно плотно войти, как людей, Господи, воспойте Алли-муля, Алли-муля, воспойте Алли-муля, Алли-муля, Воспойте Алли-муля, Алли-муля, Воспойте Алли-муля, Алли-муля, все дороги, дружно плотно войти, Добро, восклицайте Богу, все дороги, дружно плотно войти, дружно плотно войти, как людей, Господи, Добро, восклицайте Богу, все дороги, дружно плотно войти, дружно плотно войти, как людей, Господи, воспойте Алли-муля, Алли-муля, Над землей лишь один Господь Иисус Христос, над землей лишь один Господь Иисус Христос, Над землёй лишь один Господь, Иисус Христос. Над землёй лишь один Господь, Иисус Христос. Он лишь один над всей вселенной. Господь один для всех. Его имени я на спасение. Иисус Христос. Воспойте аллилуйя, аллилуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Ему за всё слава! Ему за всё слава! Ему за всё слава! ПЕСНЯ 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 Ему за все слава Вовеки они Ему за все слава Вовеки они Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава, Вовеки они. Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава, Вовеки они. Ему за все слава, Ему за все слава, Вовеки они. Все от Него и им сотворено. 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 Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава, Вовеки они. Ему за все слава, Ему за все слава, Вовеки они. Ему за все слава, Ему за все слава, Вовеки они. Ему за все слава, Ему за все слава, Вовеки они. Ему за все слава, Ему за все слава, Вовеки они. Истинный пути Твои, Царь Святый. Кто не убоится, не проставит Тебя, Не проставит Тебя, Царь Святый. Все народы поклонятся, Пред Тобой, не проставит Тебя, Царь Святый. Царь Святый. Царь Святый. Ты единственная! Сильники и чудные латари, Господи, Боже, все держите! Правильные истинные пути Твои, Царь Святый! Кто не убоится, не прославит тебя, Ибо Ты единственная! Все народы поклонятся пред Тобой, Ибо Ты единственная! Свят! 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 Ты единственная! Свят! Свят! Ты единственная! Свят! Свят! Ты единственная! Свят! 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 Ты единственная! Свят! Свят! Ты единственная! Свят! Аминь! 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 И Он сказал, будьте святы, потому что Я свят и мы проняем в ваш Господа! И я приглашаю архиепископа Сергея Журавлева нашего друга. Почему Он наш друг? Потому что он верит в Господа Иисуса Христа, распятого и воскресшего из мертвых. Ибо он стоит на этой истине, неся ее людям. Его презирают, его унижают, но он стоит на истине, на истинном православии. Я хочу подчеркнуть, что это 20 человек реформированной православной церкви регулярно выезжают во то, как капелланы. Слава Богу! 23 человек уже. 20, у меня 20. В тот время знаю, куда-то, левые какие-то. Я пишу командировки 20 человек. Больше не слава Богу! Поэтому приглашаем! Слава Богу! Мы любим Тебя и ценим Тебя! Спасибо! Люблю, чумил, уважаю. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Нашему Господу, Богу Спасителю! Да, очень люблю Вас, ценю, Гидрай Макарович. Я, Бог Святитель, часто вспоминаю Вас. Спасибо! Да, Ваш дом и церковь, и всех. Потому что Вы тоже друзья мои. Потому что во Христе одна семья. Во Христе Иисусе. И в прошлое воскресенье у нас был собор. Ну, конференция, можно сказать так проще. Ну, собор, это значит собрание. И вот такое собрание. Тоже были наши капелланы. Не все, но кто смог. Вот, раздайте, наверное, тоже, да? Хорошо, кто? Для обозрения. Вот, и... А можно у Вас, вот я вижу, Библию цитируют в новом переводе, в современном переводе, да? Можно? Можно. Это необычно, потому что... Ну, как... Я так... В сертификах видел переводы, ну, и используют иногда, но так, чтобы постоянно, только у Вас я видел такое, вот, честно говоря, и в России, и в Украине, чтобы перевод был новый. Это хорошо. Это очень даже, это, ну... Слава Богу. Да, дамы и господа, братья и сестры. Да, и рад тому, что и в журнале, вот, в вашем, опять моя статья. Замечательно. Спасибо, очень приятно. Я каюсь, что вот так невнимателен к таким вот вещам, вот, и как сотрудничество, дружба. Надо уметь дружить вообще. Я как-то вот, честно говоря, да, у меня есть такое... Работаю над ошибками, работаю над этим. Обещался, ведь, и статьи высылаю, и все. Обещано, я говорю, три года. Вот так вот. Да. Но здесь фотография моя, хорошая, кстати, фотография такая, что батюшка именно молится. Не на япону поклоняется, да, а в обыдах. Это, кстати, меньше месяца назад, в конце июня фотография сделана была в Челябинске. В Челябинске. Красивейшее место, оказывается. Представляете, все время Челябинск не ассоциировался только лишь вот с суровыми челябинскими мужиками, с тройками такими, знаете ли, значит, трубами, индустриальный пейзаж, и все. Оказывается, край озер. Ну, загадили, к сожалению, люди такую красотищу, которая сравнима вообще, ну, вот по уникальности, оказывается, природы изначально, то, что Бог заложил в эту область, в этот край, просто невероятно. Свыше трех тысяч озер. Это невероятная красотища. Правда, к сожалению, большинство из них отравлено, большинство из них из этих вот. Оно красивое все, да, но вот эта вся, знаете ли, жизнь человека, да, она вот с этой красотой так беспощадно обошлась вот и обходится. И, ну, вообще, несмотря ни на что, до сих пор есть очаги, такие вот места, которые, знаете, просто завораживают красотой своей. Даже вот, ну, я скажу, я полюбил Южный Урал. Вот в этом что-то есть вообще. Какая-то... Я первый раз был там, честно говоря. Я все время пролетал над ним, все время проезжал его. Ну, не проезжал, пролетал, да. Вот, значит, в Казахстан, когда летаю, да, допустим, но никогда не был там, в самом Челябинской области. И вот, конечно, молились за мир, знаете ли, мне как украинскому епископу были вопросы, были и претензии порой, и вопросы, и вообще. Люди, к сожалению, очень много верят телевизору. Даже, я даже порой христианам говорил, вот так бы, вот вы верили бы Библию. Вот с такой же верой, вот с такой же вот... Даже если вот такой же верой верили бы, это такая была бы реформация, знаете ли. Но, к сожалению, люди вот так верят очень сильно телевизору, очень сильно верят средствам массовой информации, даже нездравому смыслу. Хотя некоторые пастыри мне говорили, ну, пастыри обычно всегда, ну, чуть больше думают, чем обычные граждане. Вопросы задают, по крайней мере, чуть больше всегда. И, знаете, и некоторые пастыри мне признавались, говорили, мы тоже верили телевизору, но до поры. Когда стали сообщать, что вот начался такой ленинопад, значит, в Украине, значит, задумались некоторые братья. Наконец-то! Так стоп! В этом... Ведь это о чем мы молились вообще-то? Это о чем мы еще в начале 90-х молились? И чтобы пали эти кумиры, чтобы имя Иисуса было проставляемо, чтобы, значит, не... чтобы дух коммунизма рухнул? Вот так... И многие стали уже, знаете ли, вот, ну, думать по-другому, думать по-другому, вопросы задавать, да, интересоваться, слава Богу, что, знаете ли, правда побеждает, истина побеждает, вот, и несмотря ни на что. И всегда есть люди, которые не просто, они верят всему, как бы, да, они ищут истину, ищут правду. И это замечательно. Слава Богу! Слава Богу! И, дорогие друзья, значит, да, и вот там как раз в Челябинске последний день как раз вот была и молитва, и вот в этом парке там молились, прям с 4 утра начали молитву эту, вот, с самого рассвета, и, знаете ли, памятная такая молитва. Молитва и покаяния была, и молитва примирения с Богом, так вот, и, к сожалению, воины, военные слухи, они сейчас очень сильно распространены, и многие, те, кто связаны с военными этими производствами, а там Божья полубласть, это Танкоград, и, как бы, говорят, что уже к концу года, значит, генералы, ну, по крайней мере, там, которые, ну, более или менее осведомлены, как бы, местные, значит, есть верующие там, тоже офицеры, и к концу года, ну, готовят большую войну. Просто, значит, идет гонка вооружения небывалая просто вообще, и подготовка небывалая, неслыханная, настолько, что просто, ну, даже те, кто хотели бы воевать изначально, поначалу боятся уже, потому что идет нешуточная подготовка, и к концу года, обещают большую войну. Но, знаете ли, и были пророки в собрании, которые тоже вставали и говорили, что к концу года, значит, поднимется дух, этот коммунизм опять, и война будет большая. Но, 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 знаете, мы молились о том, чтобы, есть Божьи приговоры, да, есть Божьи откровения, но, когда Бог открывает что-то, да, Он не приговаривает нас, вот к стирке, да, Он всегда сотрудничает с нами. И я знаю, что, когда люди молятся, я знаю, что когда люди каются, когда люди обращаются искренне, да, и даже приговоры, казалось бы, окончательные, и то осращиваются. Даже, казалось бы, уже, когда все небо уже, уже провозрастило, и то, тишина наступает определенная. И даже в книге Откровения об этом говорится. Потрясающе, вспомнил Неневию, да, над ней был приговор Всевышнего уже. Уже четко и ясно было сказано, что все, этому городу уже не бывать живым. Все, население было приговорено. И этот еврей, который вышел, знаете ли, вроде как бы на проповедь, но он испугался, и не захотел, по-разному, можно оценивать его, и он пошел в другую сторону совсем, к морю. И там Господь его смирил. В очереди Кита, и он стал говорить Слово Божье этому городу. Но самое странное, приговор не был приведен в исполнение. Самое странное, это, знаете, похоже, как вот уже, как один пастор там рассказывал про своего дедушку, и ему уже, его дедушку хотел уже НКВ-10 расстрелять уже, пристрелить, он упал уже обессиленно, их вели туда, в концлагере, в Казахстане, в Сибирь, и обессиленно уже либо собаками страбливали, значит, этими людоедами, либо, значит, пристреливали. И этот офицер уже стреляет осечкой, осечкой, ну, короче, плюнул, просто ногой пнул, вот, да, в яму такой, как бы, арык, или что-то еще такое, ну, как бы, вниз, и пошли дальше. А он уже все, потерял сознание, вот, значит, уже все, уже, а сам молится на языках, значит, дедушка, и все уже, умирает уже, думает, все, последний час всего наступил. А Бог ему дал еще жизнь, еще пережил всех еще. Слово. Дедушка, да, вот, дал ему такую крепость, такую, очнулся он в семье казахов. Оказывается, все ходили следом за вот этими отрядами НКВД, значит, ну, колоннами этими, и, ну, мародерствовали, у струхов снимали, они вообще в нищете жили, такой, там, любая тряпка была, для них цена, снимали тряпки, там, там, какую-то обувку, если какой-то нормальный, более-менее, вот, и дурбашки, ну, снимали, а с него стали снимать все, значит, а он признаки жизни подвал, застонал там что-то, ну, ты не помнишь, ну, как бы так вот, признаки жизни, и они его, слава Богу, добрые люди попали, знаете, его подобрали, обогрели, откормили, отпоили, значит, значит, он пришел в себя, значит, вот, и вот, кстати, этот брат, значит, дедушка Серова, Сергей Пастор, значит, с этого, с, Караганды, Караганды, значит, я у него бывал, там проповедовал не раз, там уже, и вы знаете, он говорил, что этот, его дедушка, стал первым, или одним из первых, там проповедников, именно пастырей, подпольной церкви, вот, удивительно вообще, то есть, Бог такой промысел имел, знаете, вот, и я говорю, даже когда оказался приговор уже, все, и уже, ну, вот сейчас выстрел будет, знаете, осечка, бывает в жизни осечка, и еще раз осечка, и еще раз осечка, бывает, что уже, казалось бы, приговор над странами, но молитва, она двигает рукой Бога, молитва совершает чудеса, и я знаю, что, вот, Павел пишет к Тимофею, одной из любимых моих мест Писания, интересно, как в этом переводе, я прошу тебя, вторая глава, первого послания к Тимофею, я прошу тебя, прежде всего, совершать молитвы, вознося ваши просьбы и ходатайства, а также благодаря его за всех людей, за царей, за всех находящихся у власти, чтобы у вас, у нас была возможность жить мирно, и спокойно, и благочестиво, и, как это, в благочестии и достоинстве, а, вот так вот, красиво тоже сказано, в благочестии и достоинстве, это хорошо и приятно Богу, нашему Спасителю, ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены, и познали истину, один Бог, един, един и посредник между Богом и человеком, это человек, Христос, Иисус Христос, Он отдал самого себя, как выкуп, за всех людей, аминь, аминь, вот, не, ну, кстати, вот в этом переводе, прям, ну, есть своя прелесть, ну, красиво, красиво, и вы знаете, друзья, вот действительно, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, Он хочет спасения всем народам, Он вообще настолько любвеобилен, что это кажется, ну, даже, ну, безумием, каким-то, и врагов своих благоставляет, и хочет им спасения, и самых негодных людей на земле, ценит, уважает, и до последнего ждет их покаяние, вот, вот, и его любовь, она просто безгранична, на самом деле, и Бог доказал свою любовь на Голгофском кресте для всех людей, раз и навсегда, однажды и навсегда, приобрел Он искупление вечное, для всего человеческого рода, и, знаете, друзья, и вот, когда мы молимся, и о властях, и обо всех людях молимся, мы благодарим, и за все благодарим уже, уже сейчас благодарим, потому что неверующие люди, порой, знаете, они, ну, приписывают себе все, своему, как бы, уму, сообразительности своей, смехалке, силе своей, да, связям, фортуне, чему угодно, но, знаете, верующие люди знают, что всякое даяние благое и дар совершенный от Бога, от Отца, от Отца Света, и мы благодарим Бога, уже за них благодарим, как бы, что от Него все, как мы сейчас пели в этом псалме, от Него, аминь, и мы им живем, и движемся, и существуем, и Бог хочет всех спасти, и вот для этого Он все создал уже, Он все придумал, Он все воплотил, отдал Своего Сына за нас, и хочется, чтобы действительно вот эта Божья воля, она исполнилась на нашей земле, в наших странах, чтобы она исполнилась, ну, по всей планете, война это дело дьявола, и потому что он человек-убийца от начала, потому что не Бог смерть одобрил, будем так говорить, да, и ящик Бандоры открыл, человек открыл, ящик Бандоры, наши пра-пра-пра-родители, и Эзенхабр, по-моему, говорил, что никто не может ненавидеть войну так сильно, как солдат, вот, и действительно, люди, которые побывали там, значит, на передовой, они не на войну, не ненавидят, потому что, да, конечно, братья рассказывали, кстати, вот у нашего, одного из священников, вот, недавно, вот, на днях, вот, родился сын, назвали Лев, слава Богу, слава Богу, так что, Лев Александрович уже, подоставит, и несколько дней, но, да, так что, знаете, вот, и тоже, вот, 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 Сашко рассказывал, сколько чудес было, не все сразу даже чудеса, как бы, ну, замечаешь, потом только, одно чудо было, там, его даже солдаты стали, как бы, это чудо, бачу, а, стоп, так это чудо, на самом деле, он был в зоне максимального поражения, гранаты, значит, ручной, вот, и шансов не было никаких, значит, но, вокруг осколки все, но, даже ряса, не царапинки, ничего, просто, не дадим, как будто кукол был, но, момент вот этого сражения, просто это не было ясно, не явно, ну, как бы, для него, а потом ему рассказали, так, стоп, да, это же было чудо, на самом деле, он слегка пригнулся, даже не лег, ничего, вот, и ряса вся целая, и он сам цел, не ранен, ничего, не может быть, просто, невероятно, его солдаты бойцы, трогали, щупали, рясу смотрели, точно, ничего, а он был в зоне максимального поражения, гранаты, то есть, это, это невероятно просто, вообще, ладно бы, где-то там в стороночке, нет, даже если он лег бы, все равно, там, невозможно не зацепить его, вот, а здесь, он лишь слегка пригнулся, я даже не понял, что произошло, а? не включен, не, не, это, вот, сколько чудес было, вообще, вот, и, в этих чудесах, ну, чудеса, везде происходят, конечно, просто там, наверное, когда, смерть в лицо, то, ну, чаще люди, ну, это внимание обращают, а, кстати, батюшки наши многие рассказывали, что бойцы сами им проповедуют, больше, о чудесах, мы, ну, верующие, батюшки, ну, священники, да, ну, как сказать, столько чудес не видели в своей жизни, сколько эти ребята видели, вот, когда там снаряды меняют траекторию, когда там, значит, вот, ну, явная смерть, вот их расположение там, да, батальонное, перед батальоном все взрываются, вот эти вот грады там, эти вот, да, на территории, там падают, они, ни одна не разорвалась, за территорией все тоже повзорвались, ну, ладно, там одна не разорвалась, ладно, две, три, там, значит, но система целая, вот они упали, вот, и они не разорвались, не может ни такого, одна, прям под ногами была, там, вот, там выкопали, значит, удивительно вообще, вот, и не разорвались, то есть, ну, это слишком много для совпадения, ну, кто-то скажет, совпало, допустим, да, случилось, нечаянно, вот, но это слишком много для совпадения, для нечаянно, вот, его величество случаев, один проповедник говорил, это говорит псевдоним, его величество Господа Бога, иногда он просто подписывается таким именем, его величество случая, на самом деле, за этим случаем стоит всемогущий Бог, точно, не слава Богу, и я знаю, что молитва, она совершает чудеса, и сегодня, я молю о том, чтобы действительно, чтобы, спаситель наш, Иисус Христос, чтобы он совершил чудо, потому что он один, между Богом Святым, и всеми людьми, только один, Иисус Христос, мы это пели тоже, над землей лишь один Господь, Иисус Христос, первые верующие, это верили, исповедовали, и мы это верим, и говорим то же самое, что ни в ком нам нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому добежало бы нам спаслись, аминь. И вот та статья, что была помещена, вот вам, это новая дружба, вот в это издание, летнее такое, летнее, в августе, вы знаете, казалось бы, тема такая, ну, щекотливая для многих христиан, православных, и не только православных, католических, некоторых верующих тоже, но я пережил, и переживаю это тоже, очень так вот, болезненно порой, знаете, потому что, когда-то, когда был еще священником традиционной православной церкви, не реформаторской, сейчас я буду реформатор, тогда, до 96-го года, я был священником традиционной русской православной церкви, московского полиархата, служил себе, и, знаете, я почитал иконы, я поклонялся пред ними, конечно, нам говорили еще, тогда вот, 80-е годы были, вот там, в Загорске, да и в Ленинграде тоже, наверное, в семинаре попадал на эти, на подобные же лекции, вот, что это мы не самой конь ему поклоняемся, мы через образ, на первый образ мы, знаете ли, как бы вот поклоняемся, обращаемся, да, да, проекция, да, нам говорили примеры такие вот эти вот, которые я тоже говорил, кстати, людям, ну, за что купил, за то продал, значит, мне это говорили, я это говорил, что парень любит девушку, значит, я, кстати, одной девушке это рассказывал, значит, меня попросили, вот, как батюшку поговорить с одной девушкой, которая, значит, там, значит, переживала мама, попала в сектор, но она, говорит, ходит только лишь месяц, или два, там, или три, там, то есть, недавно ходит, ну, говорю, процесс еще обратимый, вот, нам говорили, что до полугода еще можно как бы там помочь, вытащить, вот, и, значит, и, значит, попытался поговорить с ней, а, представляете, она, молодо-зелено, открывает Библию, и мне что-то там пытается процессировать, думаю, ничего же себе, думаю, яйца, курица, вот, значит, ну, я говорю, ну-ка, 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 закройка, давайте поговорим по душам, поговорим вот так, вживую, но она сделала первое, чтобы, конечно, закрыло, я выбрал ее на свою территорию, одним словом, в разговоре, вот, на чистую воду испугался, потому что, всякий религиозный аферизм, на чистой воде, он сразу проявляется, моментально, когда Божье слово, именно на Божье слово, как на Райму, тем более, если выводишь, все, там моментально ясно все, но, значит, человек допускает ошибку, ну, ладно, это уже другой разговор, и вот, я начал там говорить, а, она по поводу икон, вот вы, батюшка, ну, вы же иконам поклоняете, ну, 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 не, не, не иконы, не, через икону, через образ на первообраз, значит, и вот, парень любит девушку, представь, значит, и он, значит, имеет эту фотографию девушки, он целует эту фотографию, думая о ней, вот, представляешь, вот, вот так и мы православные, мы же целуем икону, но мы думаем-то, вот, о нем, как бы, при нем, вот, она послушала, ну, вроде, да, вроде похоже на правду, ну, вот, батюшка, а представьте, а если девушка сидит рядом с ним, а он ее целует, а фотографию целует, я говорю, стоп, ты ничего не поняла, вообще хватит, давай, давай о другом, давай о другом, но самое интересное, когда я приехал домой, вот эти слова, простые слова, это простые девушки, знаете, меня как-то так поразит, думаю, стоп, в чем-то ведь она все-таки права, хоть и сектантка, ну, как бы, ну, есть доля истины, думаю, Иисус-то не просто, как Карлс, знаете, улетел и обещал вернуться, знаете, вот, значит, да, или, куда-то там на Альфа Центавра улетел, и вот, вернемся, когда-нибудь, через столько там световых лет, знаете ли, вот, а это, действительно, он-то, как-то, каким-то образом, там, ну, здесь, сильно не думать об этом, потому что это, как бы, немного напрягало мою религиозную составляющую, как бы, знаете ли, значит, но, червячок сомнений и здесь был посеян, знаете ли, много других таких, вот таких разговоров было, которые, заставляли, ну, думать, потому что реформация, друзья, реформация, есть деформация, а есть реформация, реформация, это восстановление того, что будет изучаем, это возрождение, это покаяние, реформация, недаром, один из отцов церкви, еще ранней церкви, древней церкви, в третьем столетии, этот, Карфагенский, Киприан, Киприан Карфагенский, архиепископ, лидер севернауки, ну, и не только севернауки, его там и в Риме уважали очень сильно, как бы, и по всему христианскому миру его, как бы, видели как одного из ведущих лидеров христианства тогда, вот, то есть он не только по Африке славился, и Киприан Карфагенский, архиепископ, он, да, это было в то время, когда еще, в третьем веке, когда еще наши братья с вами и сестер, там, порой, хотели, и ради бросали к альвам, там, в римском колизее, то есть это время такое один из известнейших его, как бы, тезисов, Экклезия Семпер Реформанда, церковь непрестанно реформируется, а если не реформируется, то он объяснил, что деформируется, и два пути перед церковью, реформация или деформация, как и перед каждым из нас, диалетика, господа, все идет изменяется, либо в худшую, либо в худшую сторону, но все, не стоит на месте, и мы так же, либо мы глупеем, либо умнеем, либо мы развиваемся, либо депродируем, значит, и во всем так абсолютно, и церковь, она, либо она имеет встряску, и покаяние, вот метаноя греческая, очень красивое слово, покаяние, еще это соответствует команде военной, кругом, раз, два, так что, Бог повелевает всем людям повсюду, кругом, раз, два, обратись теперь, ко мне лицом, значит, да, а тылом, к врагу, и знаете, господа, вот, конечно, пробуждаться тяжело, реформироваться, деформироваться проще, знаете, вот, живи как все, вот, сильно не напрягайся, вот, тебе, что больше всех надо, не высовывайся, да, как бы, значит, меньше думай, знаете ли, вот, как мне один батюшка, я приехал к этому священнику, он больше 50 лет уже был священником, я еще молодой священник, но он уже такой, знаете ли, уже матерый такой, протеерей такой, маститый, протеерей, значит, там, и метрофорный, там, со всеми этими наградами, мыслями, немыслимыми, к нему, к нему, там, народу приезжают все время, вот, ну, и я, как бы, значит, тоже, наспорить, как бы, ну, и пообщаться, поговорить хотя бы, там, вот, ну, батюшка все время к себе, там, значит, ну, ладно, и я ему, значит, говорю так и так, вот, говорю, отец Ленин, говорю, я уже, ну, не могу верить во многие вещи, которые раньше верил, то есть, вот, поначалу ты верил, теперь уже, как бы, уже, не могу верить в это все, вот, сомневаюсь, и вообще, это было, уже 96-й год, да, был, начало 96-го, я приезжал к нему, он меня послушал, послушал, так, пожалел, так, думаю, сейчас, может, что-то скажет, такое духовное, такое, ну, какой-то совет, какой-то даст, такой, а он мне сказал такое вообще, думаю, может, еродствует, может, по дураках от себя, но он сказал, грамм 150 на ночь, и меньше вопросов, я, значит, ну, либо, значит, по дурака, либо, значит, на саде, значит, не, ну, по запахам-то я понимаю, что, как бы, он тоже сам непрочный, как бы, да, и не только с утра, но, ну, понимаете, значит, не, ну, как бы, ну, это, да, я понимаю, что многие начинают пить, даже священников, не потому, значит, ну, как бы, даже хотят пить порой, а вот просто, чтобы мозги отключить, знаете, чтобы, значит, не думать, как бы, деградироваться, деформироваться, чтобы не реформироваться, это попытка контрреформации, знаете, попытка контрреформации, раз, и я пробовал, честно говоря, до сих пор, стыдно вспоминать, никогда не пил вообще, я вообще, думаю, все как люди, как люди, я даже на пицце не могу толкнув, но, то есть, один раз решился, он задался целью, думаю, вот сейчас или никогда вообще, ну, все, как дурак трезво сижу, значит, думаю, значит, я, а потом, когда из меня все это пошло, ой, обратно, да, короче, свет уже в копеечку стал, белый свет не мил был уже, знаете, вот, я понял, что не мое это дело, просто, ну, как бы, может, кому-то это помогает, мне это, в щеку уши наоборот, потом просыпаешься, как дурак, просто, вообще, значит, голова трещит, и сам думаешь, вот просто, вопрос-то все возвращаются, знаете, они-то вот здесь все вопросы-то, ну, и слава Богу, что, значит, а помощью, помощью, знаете, что для священника является, Слово Божие, это, ну, может, странно прозвучать, но, на самом деле, для многих священнослужителей, кого я знал, это было темным лесом, люди не знали этого, и я вспоминаю, вот, знаете, вот, вот свое служение прежде, да, и слова Иисуса, тогда они мне очень сильно помогли, и мне очень открылись тогда слова Иисуса, где он обличает своих современников, религиозных лидеров, да, и называет их слепыми, вот, называет их слепыми вождями, слепого народа, и что они идут в яму, и много других страшных слов, он давал, там, разгоны и садукеям, там, да, и фарисеям, и даже этим мирным книжникам, там, не тот доставался на орехи, знаете, вот, всем, как бы, доставалось, ну, он, как бы, лишь две, тогдашние религиозные группы, он не осуждал, как бы, так вот, даже в команде его были представители, как получается, и вот этих фракций, но они такие, не сильно известные были, и их обедняло, наверное, то, что в лицемерии их невозможно было, как бы, значит, обличить, это были такие, один был тогдашний правый сектор, можно назвать его так, вот, это, зелоты, зелоты, они, значит, хотели дать освобождение своей рукой, значит, и хотели видеть Израиль свободным, и хотели от оккупантов освободить Израиля, и, да, там были и религиозные люди, но чаще всего эти люди хотели, вот, именно силы меча, вот дать свободу Израилю, и чтобы земля под ногами оккупантов горела, они вот очень сильно вот ревновали об этом, а вторая фракция, даже в команде Иисуса было зелот, да, один из этих вот таких, патриотов таких, вот, я представляю, как в такой вышиванке, такой-то был, такой-то был, да, сидел там зелот такой, да, но, другая фракция, которую Иисус тоже не осуждал, они были вообще, ну, противоположностью даже, как бы, значит, это были очень такие мирные, такие, мягкие, пушистые, как бы, если можно так выразиться, верующие, и есеи, да, и есеи, вот, даже по многим прокладам видно, что Иисус даже во многом симпатизировал, как бы, есеям, как бы, и даже последний Пасха, да, спросили, где нам приготовить Пасху, а он сказал им, вот пойдете в город, и увидите такую странную картину, идет мужик, и несет воду, в то время увидеть мужика, несущего воду, невозможно было вообще, но это как бы, это проще Якубовича на лыжах, в лифте, да, чем, одним словом, ну, как бы, значит, это почти невероятно, вот, потому что, это не грех против Торы, конечно, но, многие устные предписания, в то время, они уже стали, ну, силу закона, что ли, имели, и люди восприняли бы такого мужчину, как грешника, именно как грешника, как не евреи уже, как не иудеи, хотя это не против Торы, но, вот, предписания эти, даже мужчина, если жил один, он нанимал кого-то из женщин, соседок, чтобы те носили воду, потому что, если увидят его, даже ночью, и позор не обережешься потом, вот, значит, он, вот такие предписания, да, так, несогаля воду, да, одни словно, тогда тоже мужчины больше у ворот, да, были известны, вот, женщины носили всякую воду, и вот, и, значит, и, но они пошли, лишь одна категория граждан в то время, в Израиле, нарушала эти предписания, при том, даже порой демонстративно предписали, их было мало этих, в городах этих людей, но в городах они тоже проживали, и Иисеи, и Иисеи, порой демонстративно, как вот ученики Иисуса делали, они тоже, растирали могли зерна, и могли есть, то есть, делать некоторые работы, которые, в понимании, тогдашних вождей, религиозных лидеров, и набожных таких людей, это грех против Бога, но, согласно слову, это не грех, против Бога, и, помогать людям, это не грех, против Писания, вот, в любой день абсолютно, праздник, не праздник, и вы знаете, так вот, и он сказал, увидите этого мужчину, проследите за ним, и найдете эту конспиративную, явочную квартиру, и там приготовите Пасху, вот, они пошли, увидели точно, мужчина идет, надо же, странно, идет, несет воду, но они за ним проследили, куда же он идет, хозяину дома, так и так, вот, учитель говорит, приготовить Пасху, их ждал второй сюрприз, а все уже приготовлено, не может быть, во всем Израиле, только лишь готовятся, приготовляться к Пасхе, а Иесеи, как раз тем отличались, что они за годи, за годи, все уже приготовили, уже накрывали говнице, уже приготовили все, то есть, это скорее всего, была конспиративная, городская, явочная квартира, иесейская, так что вот так вот, даже в последней вечере Иисуса была вот, но не о том сейчас, а хочу сказать к тому, что Иисус обличал религиозных вождей, вот этих фракций, основных таких, больших, в чем? В лицемерии, потому что и изиотов, и иесеев, их трудно было обличить в лицемерии, это наоборот, это люди последние отдавали свою жизнь, там и все вожили, знаете, как бы и, то есть, это бы люди были, что свое отдавали последнее, не то, что там брали что-то с этого, они что-то ничего не имели абсолютно, вот, и наоборот, всего лишались только, вот, и плюс еще такое было, общий порой такое и презрение, как бы, хотя были сторонники даже среди, ну ладно, это вопрос другой же исторический, вот, и, и сегодня, сейчас, что Иисус, Он обличил бы, в нашем мире, через слово свое, также лицемерие, религиозное лицемерие, ханжество религиозное, и скажу, что, к сожалению, да, и вот разные вот эти учения, которые Иисус сказал с Саддукеем однажды, потрясающее слово, 22-29, и вот Матфея записано, Матфея 22-29, Он сказал, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, то есть, источник всех заблуждений наших, человеческих, источник заблуждений у верующего, из двух источников, да, первое, незнание Писания, второе, незнание силы Бога, незнание силы Бога, первое, элементарно, друзья, Библия, священное Писание, элементарно, библейское невежество, нас губит, незнание Писания, второе, незнание силы Бога, даже признание Писания, но если человек не познает лично живого Бога, не познает Его, как Творца своего, как Господа своего, если он лично не имеет познания силы Бога. И то, и другое, оно приводит к заблуждению. Я так рассуждаю это как два крыла для верующего. Познание Писания и познание силы Бога. Должно быть и то, и другое. Потому как в православии я знал старцев некоторых, там, Наума, Кирилла, особенно Наума. Это еще тогда, 80-е годы были, конец 80-х. И я был в таком, как бы, у захвата. К Науму приезжал, Наум меня ставил возле себя. И целыми днями порой я такое послушание говорю, «Бачу, какое послушание?» Ну, как семинаристы все какое-то послушание имеют. А у меня такое очень простое послушание. Просто стой в кельсе, сиди, чай пей. Ну, что за послушание такое странное было? И целый день я слушал, как вот он там принимает людей, гостей, значит, там, значит, и, ну, и повторяю Иисусову молитву. Там, Господи Иисусе, Христе, если не Божий, помимо меня грешно. Вот так, я и повторял, как бы, и все. Вот, как бы, целыми днями. Но, знаете ли, я видел, что человек этот, и понимаю сейчас, что он старался познать силу Бога, силу Божью. Но, друзья, этого мало. Даже человек старается познавать силу Бога без знания Писания, друзья, это завершается трагически. Как, допустим, про Науму не скажу точно, но про другого старца скажу, как у него было трагично. В финале, в последние годы жизни, это Иоанн Кристианкин в Печерской лаборе, значит, Псково-Печерской, значит, в монастыре Псково-Печерском. И последний, он славился на вес Советского Союза, что там бессыд изгонял, все, значит, там, как бы, и познавал силу Бога всю жизнь, значит, ну, как бы, на это положил. Но, знаете, последние годы был разочарован, и его духовный чадо, я знаю, очень многих из его духовных детей говорили, констатировали факт, что он был разочарован и прекращал молиться. Потому что, говорят, что тогда, 40 лет назад, 30 лет назад, 20 лет назад, те же самые лица, те же самые люди, им полегчают, значит, бессы вроде бы уходят. Потом опять, опять 25, и как бы, и все без толку говорит, значит, и я даже больше не буду молиться вообще, говорит, за это освобождение, потому что, за изгнание. Потому что, а он всю жизнь, он порядка 60 лет был в этом служении освобождения, он старец уже был, стариком. И в конце последнего года, говорит, ну, это бесполезно, говорит, гоняй, не гоняй, они те же самые, те же самые люди. Понимаете, познавая силу Бога, а в СССР тогда, ну, как бы, ну, с ним не было равных вообще, ну, как бы, ну, экзорцист известный. Но, вы знаете ли, потом одна из его духовных чад, это женщина, которая служила в храме, где я как раз был чтецом тогда, просто я знал, ну, как бы, с первых уст, как бы, от ее непосредственно, что она, говорит, я даже плакала, говорит, в последний раз, была у крестьянкина, брала его благословение, говорит, я, говорит, ну, я, он познал всю жизнь силу Бога, но, друзья, не зная писаний, заблуждался человек, не зная писаний. Вот, знаете ли, вот тогда я не мог, ну, как бы, даже что-то сказать толковое даже, но для этой женщины даже. Сегодня я знаю, что сказать, заблуждаетесь, не зная писаний, не силы Божьей. Потому что должно быть и то, и другое в гармонии, и познание Бога живого, личностное, живое познание живого Бога, и знание писания. Потому как, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. И знаете, когда, вот вопрос тот же самый об иконопочитании, когда я для себя уяснил, в том же самом 96-м, что все, все эти манипуляции с иконами, там, нет, это не для меня. Потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Вот такие простые слова. Но, как вот один из старцев говорил тоже, где просто там ангелов все-то, а где мудрено там ни одного. И знаете, вот действительно, порой в мудрости богословствования, чаще всего это было безословствование тоже, честно говоря, запутался тогда. Но Божье Слово, оно дает, в чем и прелесть-то его как раз, что дает с самого начала простоту, свободу. Да, есть глубина, но это не отличается от того, что порой нам церковное богословство не представляет из себя. Вот, а действительно глубина Бога, Богопознания. И я отказался от иконопочитания, вот, и одна из причин, почему я вышел тогда из традиционной православной русской церкви, было вот мое такое несогласие. Потому что я в приватной, в личной моей молитве, я уже прекратил это почитание. Раньше даже детей, у меня маленькие были детки тогда совсем еще у нас, у нас двое было детей тогда, когда мы были в традиционном православии, Настя и Коля. И, значит, Настя постарше, вот, и она пока там все иконы не перецелуют, не успокоится с утра. Дай Бозику поцелюю, Бозику поцелюю, значит, ну, как бы я Боженьку поцелую, Боженьку поцелуй, уже руки уже палят, уже, но, как бы, думаю, молодец. Она вот, ну, ревнивая такая, Боженьку пока все не перецелуют, всех Боженек не перецелуют. А потом, думаю, позорище, думаю, значит, ну, ведь надо живого Бога детям давать. А знаете ли, а мы вместо хлеба камень, и вместо рыбы змею, вот этого религиозного оккультизма, у меня тогда там земля с разных могил святых, как я вот понимал, в моем, ну, как бы, в моей келье, ну, в моей комнате. Вот, и всевозможные вот эти реликвии эти, которые, ну, меня подпитывали духовно, я так понимал, как бы. Вот, я верил в это, понимаете, я жив этим. Вот, и слава Богу, что когда Божье Слово пришло, освободило меня от этих вещей. Освободило и, наверное, кстати, одно из первых, даже не с иконами было связано, одно из первых таких удивлений моих, знаете ли, вот была Божья простота в молитве, что молиться надо только лишь Богу, не ломать голову над вопросом, какому святому в какой нужде молиться. И, как я раньше, да, порой, значит, утром, не то, что я ломал голову, но порой вопросов задавал, кому же молюсь сегодня, ага, больше, наверное, этому святому. Потому что по дням, каким-то, по календарю, там, и прочее, прочее, святой великий, допустим, значит, там, собор Радонежских святых и прочее. То есть я, как бы, обращался, были свои любимые святые, к которым чаще прибегал, особенно мой небесный тезка Сергий Радонежский, значит, там, вот, значит, там, другие какие-то возлюбленные святые, значит, с кем я имел особые, такие, может, переживания какие-то. То есть я молился, допустим, и какие-то были ответы. Я связывал, ну, как бы, причинно-следственную связь, прослеживал очевидную. Вот я помолился, помогу, помогает. Вот, и сегодня, когда мне люди говорят, а мне Матерь Божья помогает, а мне там Сергей Радонежский помогает, мне там Матронушка, мне там Иванушка помогает, я говорю, знаете, друзья, воздайте славу Богу. Воздайте, говорю, славу Богу. Не умершим святым, не ангелам, не кому-то еще, а воздайте славу Богу. И мне это очень сильно помогло. Я научился воздавать славу Богу. Ведь благодарил я часто, и молебно совершал благодарственные, и Пантелеймону, и Ивану Войну, и кому только не совершал, были свои излюбленные такие, ну, как бы, чудотворцы, как бы. И в нашей жизни были чудеса. И в нашей семье были чудеса. Первых, наши два ребенка, это тоже чудеса. Вот, на днях тоже сыну было, как раз, я рождение, и Коле, Николаю нашему. Вот, это было вообще, ну, сногсшибающее чудо такое. Вот, внутри матери, да, у него было, значит, внутри утробы было тройное обвитие пуповины. И на пуповине был узел. И узел был прогнивший уже, черно-зеленый. И когда уже после родов уже врач показывал, слегка лишь потянуло-то, лопнуло, все, извиняюсь, там, эта вся гадость, черно-зеленая такая вытекла. Фрагмент, знаете, как будто вот так вот взято-взято, так вот, фрагмент этот весь прогнивший, и узел прогнивший, а вот остальное живое. И он, врач, объясняет, что самые наши опасения были подтверждены, что больше месяца, как минимум, к нему ничего не поступало. Как он выжил, один Бог только знает вообще. То есть это сверхъестественно. Но сверхъестественно, это не бывает так. Это против всем учебникам медицины. Но бывает и в жизни такое. И знаете, вот, и, как бы, Бог совершает чудеса. Бог настолько добр и благ, что Он совершает чудеса, даже порой не благодаря нашим всем религиозным манипуляциям, а вопреки им всем. Потому что Он добр и милостив, Он благ и человеколюбив. И я очень ценю то, что в 96-м прозрел именно в том, чтобы воздавать славу Богу. И в моей личной молитве я перестал молиться кому-то еще. Я стал молиться только лишь к Господу. Не сразу, а знаете, так постепенно. Вот я обычно Акафисты читал все время к Богородице и к святым. А здесь я стал Акафисты брать уже Иисусу Сладчайшему, Святой Троице, Святому Духу. Ну, все, что имело отношение к Господу. И понимаете ли, и это помогло мне вот как бы перестроиться буквально за несколько недель. Я себя потом поймал на том, что я вдруг молюсь. Да, так стоп, я уже молюсь только лишь к Богу. И как? Хорошо. Думаю, фу, слава Богу. Хорошо. Но я приходил в храм, будучи настоятелем храма, я был обязан опять-таки всесвятий молить и Бога, нас на все. Это петь, но это было уже ножом по сердцу. Это было уже против рожна, это было уже против моей веры. Знаете ли, когда я верил, я в это легко и молился, и легко говорил об этом, но здесь я уже в это не верю. Я знаю, что Отец знает, в чем мы имеем нужду, прежде даже нашего прошения у Него. И о молитве Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. И знаете, это тоже было важнейшим откровением таким моим. И слава Богу, в том же самом 96-м, слава Богу, меня жена поддержала тогда. Для батюшки очень важна реакция матушки. Слава Богу, что жена поддержала меня тогда. И, значит, если бы она не поддержала, я не знаю, может, до сих пор бы на приходе к Адилу махал бы и так вот, и в такой религиозной шизофрении такой находился бы. Как вот один батюшка тоже знакомый, он же покойный уже, уже можно говорить. Видите, отец Георгий Чистяков был такой, я к нему часто приезжал в Москву. Хороший батюшка такой, очень грамотный, вообще, я очень любил его, честно говоря, его слушать любил очень. И вот, знаете, а он уже раньше моего все знал уже. Я в 96-м, когда приехал к нему, в 95-м еще приезжал с опросами, а в 96-м, когда приехал со своими сомнениями, он говорит, а, отец, это ты только открыл для себя, я тоже. Короче, а там как раз икона привезли, а, мощи привезли какого-то святого, значит, и собрание московского духовенства, и именно собрание оказано было сугубой честь, как бы, вот они должны были первыми вклониться этим мощам. Но он говорит, отец Георгий, а может тоже, что, поклонялись? Ну, а что поделаешь, говорит, с волками жить, говорит. Но я, говорит, фигу в кармане сложил. Он тогда целовал, я, говорит, фигу в кармане сложил, говорит, все-таки. Ну, а знаете ли, детский сад, он умный человек, говорит, но дьявола фигами не обманешь. Знаете ли, так вот, на экзаменах студенты, ладно, но батюшки, ой, чудят мне меньше. Ну, знаете ли, да, это как с серебряными пулями, да, с сыными колышками, с солью, чесночком, да, чесночком делал, да, бес от нас. Вот, да, да, вот, чего еще, святой водой, значит, да, крестным знамением. Ну, одним словом, все то, что Трофима ужаса хорошо, для реальной жизни плохо. Для реальной жизни это не годится никакие ворота. Потому что для реальной жизни...